Эти ребята – будущий Олимпийский резерв. Здесь более 150 спортсменов из разных севастопольских секций и спортивных школ борются за возможность попасть в сборную города по дзюдо. Анна Варнали занимается этим видом спорта уже 4 года. Три раза в неделю в спортзале упорно оттачивает свое мастерство, способна дать форму многим участникам соревнований, тем самым доказывая, что дзюдо не только для мальчиков. Я ходила на танцы, мне как-то не очень нравилось. Я думала, что это как-то не мое, но садила на борьбу, мне понравилось. Во-первых, надо терпение, потому что это очень тяжело. Во-первых, надо, чтобы ты это хотел делать, а не просто пришел, позанимался и ушел. Дзюдо развивает не только физически, но и интеллектуально. Спортсменам нужно удержаться на татаме 3 минуты. За это время борец должен уложить соперника на лопатки и сделать удержание не менее 20 секунд. И здесь одной физической силы недостаточно. Тут нужна выносливость, быстрота движения и реакция. И важно предугадать и опередить мысли соперника. Не у всех тут получается финальные поединки. Ребята примерно одного уровня. Очень сложно выиграть чисто, завоевать чистую победу. Но стараются выигрывать оценками. Дзюдо – один из самых популярных видов спорта в Севастополе. Желающих очень много, рассказывает президент федерации. Город прославляет такие мастера спорта международного класса, как Антон Брачев, Иван Ефанов. Так что у юных дзюдоистов есть все шансы блистать на олимпийских соревнованиях. Да, это ребята, на которых у нас есть надежда. Которые, если будут хорошо готовиться, то смогут конкурировать с другими дзюдоистами в России. Дзюдо для города Севастополя является базовым видом спорта. Одним из 12, которые культивируются на территории субъекта. У нас есть очень серьезные у наших спортсменов достижения. У нас очень серьезная школа в городе, как дзюдо, так и самбо. В каждой весовой категории судьи выбрали лучших борцов. Они войдут в сборную Севастополя под дзюдо для участия в соревнованиях южного и федерального округов. Мэри Бадунс, Дмитрий Лелека, Севенформбюро.